Всем привет! Я Тауфик Хидри, также известный как Таффа. Уверен, что многие из вас знают меня как стримера таких дисциплин, как Counter-Strike, World of Tanks и многих других. Не так давно я делал обзор гарнитуры HyperX Cloud. Теперь же у нас появилась отличная возможность протестировать новую модель гарнитуры HyperX Cloud 2. Так в чем же разница, спросите вы? По внешнему виду коробки практически одинаковы. Не сразу заметишь цифру 2. По весу также одинаковы, да и сами гарнитуры выглядят одинаково. Что стоит сказать? Прежде всего, спасибо производителю! Практически все части второй и первой модели гарнитуры взаимозаменяемы. К примеру, микрофон можно легко использовать, разъемы не поменялись. Дополнительные комплекты вот этих штук также взаимозаменяемы. Ну и в принципе, если у вас ломается вот такой вот металлический держатель, в чем я очень сильно сомневаюсь, то я уверен, что найдется народный умелец, который и эту штуку сможет переставить. Если подробнее, то по сравнению с первой моделью гарнитуры ушла куча дополнительных проводов и переходников. Все, что нам нужно, чтобы подключиться и играть, это USB-вход, в который подключается звуковая карта и уже в нее разъем гарнитуры. Кстати, на самой карте можно отключить микрофон, если он вам не нужен. Также присутствует вот такая прищепка, которую можно крепить на одежду, коврик, край монитора. Самое главное, чтобы кабель от гарнитуры ложился так, как вам удобно. Меньше разъема проводов лучше. Очень легко забыть удлинитель дома, такой был в предыдущей модели. Или каждый раз подключать переходник, чтобы поговорить по скайпу, через современный ноутбук или посмотреть кино на планшете. Здесь производитель учел все современные тренды. Гарнитура легко подключается ко всем устройствам, миниджекам, а это почти все таблетки, смартфоны, mp3-плееры, игровые консоли и многое другое. Говорить по смартфону с таким счастьем на голове на улице может и не совсем удобно, но посторонние шумы точно мешать не будут. Теперь о звуке. Модель следующего поколения. Звучат наушники хорошо и даже лучше, не только благодаря карте 7.1, но и великолепным 53-миллиметровым динамиком. Самое важное в динамических играх это позиционирование. Справа выстрел, слева топнул или прыгнул соперник. Вы точно разберетесь, где это произошло и сможете реагировать. А в играх с богатым звуковым сопровождением, гоночные симуляторы, танки, аркадные игрушки, ты просто получаешь удовольствие от звучания. Микрофон. Здесь давайте тестировать. Включаем смартфон и пишем звук. Тест гарнитуры HyperX Cloud 2 на смартфоне. Прием-прием, как слышно. Теперь тестируем ноутбук. Skype, TeamSpeak, RateCall и Stream. Пользуемся, чем захотим. Друзья, всем привет. Это звуковой тест HyperX Cloud 2. 1, 2, 3, как слышно. Ну а напоследок мы даже можем подключиться в нашу камеру и убедиться вместе с вами, что звук записывается очень даже достойно. 1, 2, 3. Прием-прием. Это гарнитура HyperX Cloud 2. Как слышно, как слышно. Звуковой тест. Дизайн и материалы традиционно хороши. Все кабели в тканевой оплетке. Оголовье из кожи. Тщательно прошито. Надежный металл и качественный приятный пластик. В дизайне есть небольшие изменения. Теперь доступны две модели, где по цвету отличаются вот такие металлические держатели. Есть красный и стальной. Вот в таком белом цвете гарнитура больше не выпускается. Правда, есть лимитированная версия в розовом цвете. Итоги. Внешняя карта с 7.1 звучанием, легкая и удобная. Ну а самое главное, надежная геймерская гарнитура HyperX Cloud 2. Это достойное продолжение линейки. Рекомендую. Ну а если вы хотите узнать больше, подписывайтесь на официальный канал HyperX на русском языке. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok